Доброго дня! Пригодится для этого вам телефон 202-11-22. Сегодня будет весело, по-молодежному, потому что тема нашей программы «Молодежный субботник». Да, сейчас в городе проходит активно очень, и уже видно, что какие-то дворы стали чистыми, какие-то очень чистыми, но кому-то еще предстоит поработать, может быть, даже в ближайшие выходные. Месячник по благоустройству города активно набирает обороты и уже практически выходит на свою финишную прямую. Я надеюсь, что наш город совсем скоро, как только подсохнет, будет чистеньким, красивеньким, в общем, как всегда. Молодежный субботник, он не один, он неоднократный. Будут ребята убираться в разных частях города, и каждый раз, когда они куда-то выходят, будь то студенты техникумов, вузов, СУЗов, неважно, они всегда устраивают какие-то интересные, мне кажется, мероприятия и пытаются даже, вот как мы потом расскажем, конкурсы красоты проводить на субботниках. Но об этом чуть позже, совсем недавно наш корреспондент Марьяна Мирная побывала на одном таком субботнике. Что интересного получилось из этого, давайте посмотрим. Друзья, мы с вами находимся в парке имени Щерса. Здесь за зиму скопилось достаточно много мусора, и будущие железнодорожники, которые стоят за моей спиной, готовы привести парк в порядок. Мы решили провести, ну, такую экспромт и стафету, поэтому на старт, внимание, марш! Ломая метлы и разбрасывая лопаты, студенты железнодорожного техникума бегут за победой. Подмести, раскидать снег для молодых людей задача нетрудная. Поддерживай дух соперничества. Не сдерживая эмоций, команда победителей рвется в бой. Дальше убирать парк. Здравствуйте! Давай, давай! Ура! Как ваша команда называется? Сядь, все решено! Очистить город от загрязнений, это очень даже приятно для всех людей. Ну, как бы очищать воздух, все от этого должно. То есть мы должны город свой держать в чистоте, любить его, не загрязнять. Мне нравится гулять в парках. Мне нравится, когда там чисто, убрато, хорошо. Вот сразу видно, что там убирают за ним, что люди любят чистоту. Мы позвали нас помочь убраться в парке, но мы не отказались, пришли. Просто самому же приятно, что сейчас быстрее расстает и можно сюда будет прийти в чистый уже парк. Тема уборки – это очень, в принципе, здорово, что мы после того, как уберемся, через несколько дней можем прийти в парке, посидеть, погулять с братиками младшими. Команде проигравших, конечно, немного обидно. Еще бы немного везения, и результат мог бы быть другим. Но сильно ребята не расстраиваются. Главное не победа, а участие. Причем не только в шуточной эстафете, а в целом в глобальном наведении чистоты в родной Самаре. У нас были проблемы с метлой. Она немного сломалась пополам. Ну, не знаю, бывает. В следующий раз выиграем. Нам не удалось победить, но мы старались со всех сил. Повеселились, было весело. Порядка 120 студентов трудились при наведении порядка в парке имени Щерса. Ребята говорят, как только можно будет высаживать цветы и облагораживать территорию, вновь с удовольствием откликнутся. В красивом городе не просто приятно жить, но и поддерживать эту красоту. Выбросить фантик от конфеты уже рука не поднимется, когда сам внес лепту в масштабную уборку. Сегодня стартовала акция «Чистый город», в которой участвуют студенты среднеспециальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, а также в дальнейшем примут участие молодежные общественные организации городского округа Самара. Начало данной акции было положено в 2013 году, когда впервые данная акция прошла на территории города. Она показала, что востребована. Была оказана такая существенная помощь в месячнике по благоустройству города. И в этом году было решено ее продолжить, также в целях оказания помощи в рамках уборки города. Также приобщение студентов и молодых жителей городского округа Самара к трудовой культуре, к экологической культуре, что в данный момент, я считаю, очень востребовано. Ну что, у нас сегодня молодежный субботник. И если вы уже в своем дворе убираетесь и, может быть, хотите какую-то территорию благоустроить, поделитесь с нами, расскажите, выходили ли вы уже на субботник, вообще как вы к ним относитесь. Важно услышать ваше мнение. 202.11.22. Ну и так, чтобы немножко вас разогреть, предлагаем разыграть билет на сегодняшний, а точнее на завтрашний концерт Александра Незлобина в Максимилинсе со своей новой программой «Женат». Ну, что он интересного расскажет, узнаете, если будете самыми веселыми, остроумными, находчивыми. Пожалуйста, сейчас хочу, чтобы вы, может быть, попробовали придумать интересную подпись к этому фото. Звоните. 202.11.22. Как всегда, приветствуются и песни, и частушки, и стихи. Что, как вы думаете, делает этот гражданин маленький? Кому помогает? Какие цели преследует? В общем, давайте, дерзайте всех творческих наших зрителей, к нашему фотоконкурсу приобщаем. Ну что, пришло время знакомиться с нашими молодежными активами, с теми ребятами, кто, собственно, замечательно тоже убирается на территорию нашего города. Итак, с нами здесь представители Самарского дома молодежи. Начнем с официальных лиц. Начальник информационно-аналитического отдела Яна Пистунович. Добрый день. Участница акции, студентка Самарского техникума железнодорожного транспорта Наталья Парфенова. Здравствуйте. И также сотрудник Самарского дома молодежи, организатор акции «Чистый город» Лариса Лазарева. Здравствуйте. Ну что, мы посмотрели один сюжет. Знаю, что многие студенты так или иначе убираются, наводят чистоту в своем городе. Дом молодежи, он как-то, я не знаю, как-то интересно отдельно свои субботники проводит. Вы стараетесь как-то подойти творчески к этому, Ян? Как вот вы подтягиваете народ? Организатор пусть расскажет непосредственно. Давайте, организатор, рассказывайте. Ну да, конечно, мы стараемся сделать субботники более интересными для молодежи, чтобы им было приятнее убираться. Мы проводим различные викторины, мы проводим кофе-брейк, приводим горячие пирожки. Для тех, кто подмерз немножко, да? Да, приводим горячие пирожки и чай, вот, соответственно, чтобы ребята покушали. И стараемся всячески скрасить это время музыкой, веселыми шутками от ведущих и, в принципе, позитивом и прекрасным настроением. Нет, ну, главное-то не на пикник собраться с пирожками и чаем, а все-таки какое-то полезное дело сделать. А, ну, это все мы делаем, чтобы ребятам было приятнее как раз заниматься полезным делом, чтобы они не просто приходили скучно убирать. А как ты берешь, пирожок не получишь? Ну, так и происходит, да. Ах, суровые какие. Вопрос у меня такой, вот, вообще, молодежь активно сейчас подтягивается на уборку, потому что я знаю, что, допустим, школьников организовывают, там, какую-то школьную территорию убирать. Мы, я помню, в университете ходили, но не ехать, ну, вот, неохота. Вот как сейчас мотивировать молодежь? Ну, как раз вот этим всем, то, что мы проводим, то есть это не классический субботник, а такой молодежный, это привлекает внимание молодежи, они вроде как и потусить приходят, и вроде как делают полезное дело. Но вчера у нас ведущий задавал вопрос, насколько это важно и интересно, и ребята считают то, что благоустроить город действительно важно, и это приятно слышать от молодежи. В начале века, да, 1900, там, какие, 16-е годы, потусить на субботниках, хорошо сказали. Есть у нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, я так понимаю, любите шутки, смех и юмор? Очень. Так, скажите, уже удалось в этом году у вас на субботнике что-нибудь полезное сделать? Пока нет. А собираетесь когда? Ну, как и положено, в субботу, в следующую субботу, в следующую. Понятно, ну да, тут многие перед Пасхой пока не хотят наводить чистоту, вроде как праздник, не положено трудиться так вот уж усиленно в молитвах проводить. Ну, а вопрос у меня такой. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на концерт Александра Везлобина и проверяем ваши творческие способности. Таковы имеются? Ну, надеюсь. Ну, давайте сейчас проверим, что же вы нам придумали. Я уборки не боюсь, если надо, уберусь. Буду чистить, убираться и для Родины стараться. Вы что, на ходу там сочиняете? Да, да. Вот здорово. Практически буду резать, буду бить, но в любом случае у вас хороший свой вариант получился этого стихотворения. Мы вас запоминаем, ребята, запоминайте всех наших участников. В конце будем жюрить. Спасибо большое. Наш первый зритель, наш фотоконкурс продолжается. Если вы что-нибудь интересное сочините, частушку листихотворения, может быть, какой-то у вас случай родиться из жизни, придумать, вспомнить, рассказать. 202.11.22. Спасибо за первый звонок. Ну, так, Ян, организовать молодежь на какое-то такое движниковое мероприятие сейчас сложно? На самом деле, к счастью, несложно. Ну, раскрою такой небольшой секрет. Перед тем, как собрать молодежь, мы, естественно, встречались с преподавателями, с представителями там вузов, СУЗов. И администрации учебных учреждений очень за, очень хотят выходить. И сама молодежь по прошлому году, по 2013 году, когда проходила у нас тоже акция «Чистый город», помнит, что это интересно, помнит, что это и полезно. И сейчас наметилась такая модное слово «тенденция», что молодежь понимает, они гуляют в этих парках, им отдыхать, им уже совсем скоро гулять, романтические вечера проводить. Когда идешь и грязно, и остались после зимы там фантики, окурки, все это неприятно. И ребята сами хотят убираться, сами потом не мусорить в этих парках. А самое главное, что потом они следят, чтобы другие их друзья не мусорили. Да, конечно, тут попробуй полтора часа или два там поубираться, а потом кто-нибудь что-нибудь кину. Тут с метлой можно как раз-таки побежать. Но мы сейчас спросим у нашей студентки Наталья. Наталья, ну, рассказывайте, где уже удалось поучаствовать, в каком субботнике? Ну, я убиралась вчера в субботнике в парке Чорба, Чорса. Ну, это вот как раз-таки вас мы там не увидели, по-моему. Там была. Она готовилась к интервью. Готовилась, ну, понятно. Вот как вообще впечатления, эмоции, может быть, так, записаны какие-то? Было очень хорошо, весело. Хорошо весело? Была веселая музыка, были пирожки с чаем. Ага, так. Потому что как-то и сама ходят, чтобы город был чистый, и вот ходим, убираемся. А вот скажи по секрету, были ли те, кто из твоей, может быть, группы не пришел на субботник? Не называй имен, но были ли такие? Ну, были такие. Вот как вы к ним относитесь теперь? Ну, они как, у них там дела были, как они говорили. Их надо в следующий раз куда-нибудь отправить, еще на какой-нибудь субботник. Много субботников больше. Ну, сколько вот пришло у тебя из группы народа? Ну, у меня из группы 15. То есть пришли практически все? Да. Ну, а все-таки, допустим, преподаватели с вами там были еще? Да, с нами был учитель наш физкультур, Василий Андреевич, и другой учитель еще. Другой там группа там был. В принципе, контроль взрослых есть. Да. Понятно. Они вам помогают? Или только ходят, контролируют? Ну, контролируют и помогают тоже. Пирожки придерживают, я так понимаю. Для тех, кто подустал, как раз-таки чай с пирожками. 202, 11-22, телефон прямого эфира. А вы уже выходили в этом году на субботник? Поделитесь своими, может быть, эмоциями, впечатлениями. Каково это убирать свой родной двор, город? Ну, или если вы собираетесь, расскажите, где и когда это случится. Быть может, мы к вам приедем, снимем про вас сюжет и покажем в нашей программе «Большая чистка». Почему нет? Ну, и продолжается наш традиционный фотоконкурс. Придумываем замечательные четверостиши, частушки к нашей фотографии. У нас уже есть первая зрительница, кто дозвонился нам и рассказал свою версию на ходу, сочиняя основной наш претендент. Это здорово. Спасибо за творчество. Ну, а вы давайте, дерзайте. Знаю, что есть фотографии у нас с прошлого года, с 2014-го. С 2013-го. С 2013-го. Пожалуйста, покажите нам эти фотографии и давайте мы расскажем, где, что и как. Кто здесь? Ой, здесь парк Гагарина, я помню точно. Это один из, по-моему, издательско-полиграфических, если не ошибаюсь, они подготовились, с табличками пришли. Это, по-моему, тоже парк Гагарина. Тяжело по паркам ориентироваться. Ну, еще тут пока ничего не понятно. Я могу, в общем, сказать, что в прошлом году, в 2013-м году приняли участие более тысячи студентов. Также мы собирали и СУЗы, и ВУЗы. И у нас был отдельно парк молодежный с молодежными организациями. Субботник. Угу. Здесь тоже должны быть фотографии. Ух ты, тут кто-то даже принарядился. Да, были и принаряжались. И мы проводили конкурсы. И в этом году мы тоже будем проводить конкурс. Кто больше пакетов соберет. Делали чудище из мусорных пакетов. То есть там, кто интереснее фигурку сделает. Вот вам делать нечего различить. Делать как-то интереснее, чтобы ребятам нравилось. Вот. Ну, охотно ходили и в прошлые годы, и сейчас, действительно. Присоединяются люди на улице. То есть идут мимо, да? Да, да, да. Вот фотоконкурс «Маленький ребенок», мне кажется, это на нашем субботнике сделано. Да? Потому что у нас есть детишки, которые тоже хотят что-то сделать. А ты понимаешь, что концертный программ там пытаетесь строить? Да. Ну, пытаемся. Вот открытие в парке Щерса в прошлом году было как раз. У меня вопрос. Кто вас снабжает инвентарем? Кто вам помогает в этом? МП, парки Самары. То есть выдают под вашу ответственность? Да, под ответственность стараемся не ломать, не портить. Чемпионат по полету на метлах не устраиваете. Ну, либо очень аккуратно. Ну, вот у меня такой вопрос. Тут как бы народ в такой праздной одежде практически как мимо шли, так и пришли. Убираться. Может быть, какой-то совет есть всем тем, кто собирается на уборку. Вот сейчас, по крайней мере, девчонки. Да, девчонок совет каблуки не одевать. Это самое главное. То есть приходят на каблуках. Интересно. Были такие случаи. А сейчас еще вот, правильно сказали, конкурс красоты объявили на субботниках. И у нас некоторые хотят прихорашиваться, чтобы уж... Ну, это уж совсем когда тепло. Я тут погляжу очень. Ну, да, они идут до мая, по-моему, да, у нас субботники? Нет, у нас субботники идут две недели. Две недели, да. Вопрос. Ну, что надеть лучше, удобнее? Как вы это вообще сами-то можете что посоветовать? Ну, что-то не очень новое, какие-то, спортивное, да, что не жалко испачкать. И в чем будет максимально комфортно. Вообще для всех учебных учреждений, в принципе, организации просьба приходить лучше в символики, чтобы было видно, кто убирается, чтобы там прохожие... Кепки, футболки. Кепки, футболки, флаги некоторые приносят. Вот это всегда хорошо, потому что люди идут мимо и хотя бы понимают, кто это сделал. Конечно, такая минутка славы, но тем не менее это приятно, если будут знать, что парк там молодежный убрал такой-то вуз или такой-то суз. Угу. Ну, вот следующее мероприятие какое у вас, если не секрет, где соберетесь, где будете убираться? У нас проходит субботник в парке Победы, он приурочен к 70-летию, и вот на него, кстати, очень активно идут ребята. Угу. Когда? Где? А 10 апреля в парке Победы. Во сколько? А в 11.30 мы начинаем. Что с собой нужно принести для тех, кто, может быть, нас сейчас смотрит и хочет присоединиться? А, просто быть одетым в комфортной одежде для того, чтобы убираться, потому что, как уже сказал Яна, в МП парке нас снабжают инвентарем. Какая-то программа у вас там будет? У нас будет две площадки, ведущие, музыка, викторины, также пирожки, чай. Фишка этого года, пирожки. Да, классический. Ну и какие-то интересные штучки, приуроченные к 70-летию Великой Победы. Интересные штучки. А что за конкурс-то у вас красоты? Как это происходит? Мне просто интересно. И кто может поучаствовать? Поучаствовать могут все девушки, которые убираются. У нас именно конкурс направлен на трудовую девушку. Трудовая девушка, так. Рабочие колхозницы. Конкурс делается совместно с партнерами нашей акции. Не буду называть коммерческой цели. На уборке, на пять минут отрывается девушка от уборки. Ее фотографируют на фоне баннера. Она заполняет легкую анкету. И дальше на сайте за нее можно голосовать. На каждом субботнике будет выбираться одна девушка-победитель. И на итоговом, среди пяти девушек-победительниц, выберется самая королева наших субботников. Королева субботников. Там очень хорошие призы. Это всеми любимые спа-салоны, всеми любимые досуговые абонементы. Так что, в принципе, стоит побороться на звание королевы. Наташа, вас вчера фотографировали? Да. Ну и как ощущения? Да нормально. В чем пришли твои однокурсницы? Ты сама принарядилась? Да нет, я как-то надела сам такую комфортную одежду, чтобы как и не жалко было. Прогреться пачку. Ну не совсем страшно, я так понимаю, да? Ну а девчонки приходили действительно, ты говоришь, на каблуках? Ну это по прошлому году. Вчера они вот пришли все действительно в кроссовочках. А в прошлый год были, да, и когда тепло и в шортиках, и в юбочках, и на каблучках, и ходят там неудобно. Ну, кстати, не отказываются убираться. Убираться все-таки убирается. Мучаются, плачут, но убирается. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если вдруг сейчас, друзья мои, есть у вас желание рассказать о том, как вы в этом году уже убирались на субботники, о том, куда соберетесь пойти, может быть, есть у вас какие-то свои пожелания, куда мы можем приехать с нашей программой «Большая чистка», рассказать о том, как вы убираетесь, почему нет. Мы всегда очень активно поддерживаем наших горожан в благоустройстве города и с большим удовольствием приезжаем. Тем не менее, у нас продолжается фотоконкурс. Мы разыграем пригласительные билеты «Максимилинс» на концерт известного стенд-ап-комика Александра Незлобина. 9 апреля «Максимилинс» вечер. Если придумали какую-нибудь интересную подпись к данной фотографии, частушку стихотворения, четверостиши какой-нибудь, может быть, просто одной фразой, но смешной, вы можете как-то резюмировать это фото, присылайте, пожалуйста, свои варианты, ну, как присылайте. Звоните, давайте звоните. Лучше всегда интерактив, когда вы нам рассказываете в живом эфире. Не стесняйтесь, дерзайте. Ну, в принципе, наверное, пришло время у нас сменить действующих героев. У нас еще есть ребята, участники акции, будущие участники акции, студенты. Я думаю, они нам тоже расскажут, поделятся. Но как организатор акции, наверное, надо будет призвать. Призвать сейчас, обращаясь в камеру напротив всех тех, кто смотрит и кто хочет прийти. Ребята. Агентируй, агентируй. На субботниках принято агентировать. Мы всех ждем на субботнике. В нашей группе мы можем разместить график наших субботников, чтобы вы приходили, убирались. И это наш город. Давайте все вместе сделаем его чище, красивее. И будем радоваться, что у нас такой замечательный город. Тусовки на субботниках. Я запомню это. Не переключайтесь, друзья. Впереди тоже у нас интересные гости. И розыгрыш продолжается. К нему совсем скоро присоединится розыгрыш билетов в кино. Так что давайте, дерзайте. Знаете, мне кажется, сегодня действительно чувствуется наступление весны. Солнышко, по крайней мере, уже вот оно перед нами уже хорошо. Но, конечно, хотелось бы еще, чтобы было потеплее. На самом деле не чувствуется весна. Это здесь еще как-то более-менее нормально. А туда, за городом, нету весны. Зима. Будем ждать весну. Захотелось обновить гардероб. Захотелось как-то поменять прическу, может быть, украсить себя. Но вот пока показывать это все так прохладно. Но, тем не менее, уже желание есть. Вот если бы было солнышко, если бы светило, то была бы весна. А сейчас все так пасмурно. И чище становится, и веселее. И детей больше на улицах появляется, что приятно. Так что все, вот весна идет. Весна уже, конечно, повсюду. Хотя, конечно, зелени еще мало. Но, в принципе, уже снег-то сошел. Надо радоваться жизни. Все будет классно. Настроение лучше, да. Чувствуется не только весну. Хочется, чтобы быстрее лето пришло. Чтобы тепло было, чтобы на Волге искупаться, по набережной погулять. Судя по погоде, не чувствуется. А в душе весна. Погода, люди стали как-то более ярко одеваться. Ну, стараются во всяком случае. Весна чуется не очень сильно. Холодно, снег, тут дождь. Непонятная даже. Ну, немного чуется, потеплее стало. Настроение весеннее. Ну, пока не особо чувствуется. Погода не позволяет. Ну, а так нормально все в остальном. Да, весна пришла, настроение чудесное. И вокруг много людей. Что ж, продолжаем вас приглашать, дорогие наши зрители, на молодежные субботники. И этим, я думаю, с большим удовольствием сейчас этой возможностью воспользуются наши следующие гости. Ребята, которые и участвовали, и будут участвовать в субботниках, проводимых Самарским Домом Молодежи. Давайте будем их приветствовать. С нами по-прежнему начальник информационно-аналитического отдела Самарского Дома Молодежи Яна Пистуновича. Сегодня как официальное лицо. Это здорово, что ты к нам наконец-таки добралась. Будущий участник акции – студент Поволжского государственного колледжа Артем Гавриленко. Добрый день. Вот, пожалуйста, человек подготовился к эфиру. Мария Петрова – участница акции, студент Касамарской государственной областной академии имени Наяновой. Здравствуйте. Есть у нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня Римма зовут. Римма, очень приятно. Римма, скажите, как вы относитесь к субботникам? Я 1 апреля работала вместе с работником ЖКО, чистила газоны. Ну и как? Отлично. Это здорово. А собираетесь, может быть, во дворе где-нибудь еще убираться? Да мы потистили все во дворе с работниками. Молодцы, какие молодцы. Теперь у вас там чистота и порядок. Я немного стихи затенила. Давайте, давайте, давайте. Эй, самарцы, выходите на субботник, потрудитесь. Разбира... Давайте еще раз. Размираться хорошо и работать ничего. Давайте еще раз целиком. Эй, самарцы, выходите на субботник, потрудитесь. Размираться хорошо и работать ничего. Эй, бомжа, все вылезайте, киркула, пату разбирайте. Работа ждет вас. Не ленитесь, все на славу потрудитесь. Слушайте, ну тут вообще вне конкуренции. Отлично. Мне кажется, мы перепишем и передадим нашей ведущей программе. Мариане Мирной, большая чистка начнется с этого стихотворения. Спасибо вам большое за участие. Ну, вот так вот весело, замечательно у нас сегодня проходит эфир. Давайте поговорим пока с участницей акции. Расскажи, поделись своими впечатлениями, каково это выходить на субботник вообще, с каким настроением, хотелось, не хотелось, пожалела, не пожалела, что пришла. А то дела говорят у людей. Настроение, ну, погода вчера была более-менее солнечная, поэтому это, да, просто придавало какое-то, ну, определенное настроение, потому что если было бы пасмурно, было бы вообще желания, по-моему, никакого. Ну, на самом деле я не пожалела, потому что пока мы убирались, я видела много мамочек с колясками, которые гуляли по парку, и детишек также в этом парке. Люди, которые проходили, ну, они смотрели, они улыбались, то есть они видели, что, ну, кто-то убирается. Ведь всем же приятно, когда ты идешь, и на самом деле вокруг тебя чисто и уютно. Ну, и думаю, сами мы будем гулять по этим паркам, поэтому было бы здорово, если бы еще больше народу присоединялось к этому делу, и убираться, ну, не только в парках, но и в всех дворах, потому что это наш город, и мы должны делать его чище. Вопросы. Ты тоже принимала участие вчера в конкурсе красоты? Это привидительно? В конкурсе красоты нет. А, я думала, всех заставляет так потихоньку. Пирожки ела? Пирожки ела. Ну, и как стоит? Вкусные, стоит. Поэтому ради пирожков хотя бы стоит прийти на это замечательное мероприятие. Друзья, фотоконкурс продолжается, но к нему еще добавляется один конкурс «Билеты в кино разыгрываем». «Киномечта» вас зовет, один пригласительный, на двоих, в любое время, на любой сеанс. Давайте принимать звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Елена зовут. Елена, ну, расскажите, где вы уже убирались или только собираетесь убираться? На даче. На даче мы убираемся, кто на даче? Отлично. А во дворе кто будет убираться? А во дворе у нас чисто. У нас бабушки хорошие. Ну, вот видите, видимо, такие, которые стихи пишут и хорошо могут чистоту поддерживать. Вы творческий, я так понимаю, человек, тоже чего-то приготовили нам? Ну, да, мы тут посидели и подумали по поводу... А кто мы? Кто мы? Я сестра и дочка. Ух ты, это уж целый, практически такой, поэтический у вас там альянс. Ну, давайте. Ну, мы так подумали, он такой смешной, маленький, с этими граблями. Ну, и мы придумали такое название. Ну, вот, пригласили на шашлыки. Это, я так понимаю, такая небольшая подстава случилась для человечка маленького. В любом случае, пригласили на шашлыки, а вы там шашлыки-то жарите у себя на даче или пока только убираетесь? Ну, вот, собирались вроде, но что-то снег у нас там пошел в выходные. Да, к сожалению, с погодой. А что будем делать? Правильно. Спасибо вам большое за участие, но... А я тем временем объявлю, как я уже говорила, еще один конкурс. У нас традиционный розыгрыш билетов в кино – Кинокадр. Давайте посмотрим, что за кадр сегодня мы для вас приготовили. И если вы узнаете, тут же звоните. 202-11-22. Самый первый, самый быстрый получит билеты в кино. Ну, что ж, ждем ваших звонков. Пока же хочется поговорить с Артемом, как с будущим участником акции. Звучит очень торжественно. Артем, что случилось? Почему ты сознательно сам пришел и решил? Ну, можно сказать, не будущий. Я участвовал в том году, и год назад мы убирались активно. Так, а написано «будущий участник акции» этого года. Хорошо. Будущий в тот момент, что я могу сагитировать, помочь, собрать ребят, которые пойдут активно убираться. Ты собираешься 10-го приходить в Пад Победы? Да, мы собираемся 10-го идти колледжем, студентами убираться. И нам просто все равно, чтобы город был чище. Потому что делаем общий вклад в наше общее дело. Ну, вот кто из друзей тебя поддерживает? Уже есть такая команда, которая с тобой придет? А есть ли те, кто пропустит, скажут, что у нас опять дела? Ну, это зависит от каждого человека. Я думаю, каждый человек понимает. Вот я парень, у меня есть девушка. И он же не приведет ее в грязную квартиру, чтобы провести с ней время. Ну, парни тоже разные бывают. Ну, нет, ну, здравомыслящий парень. Здравомыслящий, да, не приведет. Парень, он уберется. То же самое с городом. Тебе будет приятно гулять по чистому городу, по чистому парку со своей девушкой, а нигде лежит бутылка из-под пива или бычки валяются просто горой. Это все зависит от человека. Ну, это понятно, что убрались-то хорошо, а ведь на следующий день придешь, опять будет лежать бутылка, опять будет лежать окурок. Это должна быть, наверное, круглосуточная какая-то, может быть, я не знаю. Систематически. Систематически, не только по весне. Ну, это от каждого зависит. От каждого. Ну, я вставлю тут пару слов. Мы, когда учебные заведения подбираем, мы стараемся брать так, чтобы территориально они находились к месту, где они будут подбираться рядом. И, соответственно, если у нас техникум Буянова как раз находится рядом с парком Щорса, то в следующий раз студенты сами будут следить, чтобы у них в их, собственно говоря, парке было чисто. И так получается с каждым учебным заведением и организацией. Они находятся рядом, они больше всего гуляют в этом месте, соответственно, они будут следить за этим порядком. То есть мы даем один толчок, а дальше уже ребята сами следят за этим. Ну, это идеальный мир, если честно. Я надеюсь, что так и будет. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Людмила, вы хотите у нас что выиграть? Билеты в кино или на концерт Александра Незлобина? В кино. Ага, ну так угадали, наверное, фильм-то? Да, слушательный роман. Мне кажется, этот фильм с закрытыми глазами можно уже угадать. Спасибо вам большое, отправляйтесь в кино. Ну, фотоконкурс наш продолжается, еще есть 7 минут до конца эфира. И наши жюри в лице гостей, которые подведет итоги, ну, я думаю, фавориты уже определяются. Что бы вы подписали к этой фотографии? Какой стишок, может быть, частушечку, еще что-то вы решили бы сочинить? Может быть, коллегиально с коллегами, с домочадцами? Звоните. 202-11-22. Два билета на завтрашний стендап-концерт Александра Незлобина в Максимилинсе уже будет вашим. Ну, так вопрос. Если по итогам прошлых лет, да, отслеживали ли как-то судьбу территории, где убирались? Как это было? Приходили потом, возвращались ли? Летом гуляли, сами смотрели, что вроде бы чище. Я в целом не могу говорить, что это благодаря нашей акции, у нас сейчас и организации все убираются. Самосознание меняется, потому что, как бы, там, пафосно изучала эта фраза, там, где не мусорят, в любом случае будет чисто. Чисто не там, где убираются. Ну, понятно. Соответственно, ну, действительно, люди стали понимать, что если донести фантик до урны и пройти там лишние пять шагов, то в любом случае будет чище. И, может быть, когда-то даже субботники нужно будет организовывать, чтобы листву просто собрать. Опять говорю, идеальный мир. Я надеюсь, мы к нему приблизимся. Ну, мы стараемся, стараемся. Ну, видим среди молодежи, что меняется. Сознание. Мы сами молодежь, сами эти мероприятия хотим проводить. Маша, ну, вот у тебя твои, да, ребята, однокурсники, как они проявляют активность эту? Ты смотришь там, а наблюдаешь из тех, кто пришел, не пришел, кинул бумажку на землю, не кинул. Ну, насчет пришел, не пришел, вот вчера большая половина, скажем так, моего университета склонились в сторону пар. Но я думаю, они поменяют свое решение, потому что на самом деле... То есть они решили выбрать даже посидеть на учебе вместо того, чтобы пойти подышать? Ну, не все, я не говорю за всех, ну, кто смог, на самом деле, кто пришел, да. Ну, мне кажется, это вообще очень интересно все это проводят, на самом деле, то, что не обычный такой субботник, что вы пришли, вот вам метлы, идите там метите. Нет, это музыка, это настроение, это новые люди вокруг тебя, то есть общение. Познакомьтесь, опять же, с кем-нибудь. Да. Да, берите на заметку. Скажем так, ну, сближает это как-то. Объединяет, конечно. Да, и вузы вообще, ну, другие ребята тоже приходишь. Ну, можно сказать, что мы это делаем для себя, для самих себя, и это здорово. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лилия. Лилия, вы у нас, я так понимаю, хотите принять участие в творческом конкурсе? Да. Давайте, мы с удовольствием послушаем. Страна на субботник, берите лопаты, нам денег не надо, не надо зарплаты. Дружнее возьмемся на пользу народа, мы с партией рядом, и с нами свобода. Пусть тысячи рук подержат бревно, что Ленин пронет в те годы давно. А тем, кто лишь пузо свое охраняет, пусть этому призыву совсем не занимает. Тут аплодисменты и занавес просто. Спасибо большое, отличное выступление, браво. Скажите, а вы где-то уже убирались в этом году, или только планируете? Ну, пока только дома и... Ну, дома, дома хорошо. Дома надо убираться, конечно. Спасибо большое за участие. Ну, вот прям мне, Люба, дорого послушать творчество наших зрителей. Прям я не знаю, кого и выбрать. У нас пять минут на размышления, а у вас пять минут на то, чтобы свой ответ, тут, понимаете, бревну выдвинуть, пожалуйста, звоните 202-11-22. Вот как-то мне запомнилось еще в первом классе, учительница моя говорила, что если каждый, да, бросит бумажку, представьте, все жители планеты бросят по бумажке. Что будет? Вот хочется, наверное, как-то спросить, допустим, вот пройдет субботник у вас, да, вы все соберете в мешки, там, кто этим занимается? Вы как-то контролируете это, кто это увозит? Потому что бывает иногда так, прошел субботник, а мешки месяц могут лежать где-то там по обочинам, и все это обратно разносится. Ну, мы работаем же, акция проходит для поддержки департамента культуры, туризма, молодежной политики, и это общегородская акция, поэтому, естественно, что в дальнейшем департамент благоустройства все эти мешки собирает, и, ну, как минимум, идешь, видишь, что в парках они не лежат, на улицах не лежат. Мы сами с сотрудниками коллектива принимали участие вот в субботу, убирались, и как бы уже проходим, видим, что все, нету мусора, уже во второй половине дня его нету. Собрали мешки оперативные. Ну, отлично, ну, у нас телеканал, когда убирался, вообще серебряные ложки нашли, так что кому повезет, вдруг действительно... Мы тоже много чего интересного нашли. Да, вот я думаю, что под землей, под снегом-то порой... Даже подушку большую розовую нашли, как она оказалась на улице, непонятно. В парке кто-то ночевал, что, в принципе, вполне логично. Артем, у тебя, вот скажи, пожалуйста, вот ты уберешься, это будет однократно или ты будешь куда-то еще, может быть, выходить? Как у тебя сознательность с лопатой, светлой? Я за, чтобы убираться. За? А во дворе у вас как, вот, дома, где ты живешь? Я живу в общежитии, и двор. Мы активно вчера начали уже перекапывать землю. Сажать цветочки будете? Ну, да, сажать цветочки будем. Лучок, чесночок? Но сейчас пока нет, холодно еще. Ну, да, кстати, вот как... И перед общежитием мы активно всем общежитием убирались. То есть, в принципе, как бы поддерживают, да? И ребята прям, ребят, пойдемте убираться надо, никто не возмущался, ничего, все просто выходили молча и начинали убираться, потому что понимали, что они живут там, и им охота жить в чистоте. Ах, вот это, да, студенческие, когда вы в общежитии, как-то вот все равно коллектив есть сплоченный. Ну, давайте попробуем, наверное, принять на сегодня последний звонок наших творческих участников, зрителей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алена. Алена, очень приятно. Алена, ну что, метлой уже удалось в этом году поработать? Ну, пока нет, ждем, пока вода уйдет с огорода. Ах, все-таки на огородах все убираются, а как же город... Возле дома, возле дома. Возле дома, понятно. Ну, давайте мы вас послушаем, и, в принципе, уже будем удаляться на совещание. Мне хотелось бы, вы про песню все время говорите, мне кажется, частушка бы очень подошла. Давайте. Самое главное, чтобы другого ничего в мешочек не собирали. Это хорошо, но я не знаю, как вообще нам судить, как выбирать, как судить. Я думаю, мы, собственно, наверное, после эфира посидим, подумаем, потому что, может быть, даже какие-то изыщем другие призы. Ну, всех хочется как-то поблагодарить за участие, всем большое спасибо, вы настоящие молодцы. Мы не ожидали такого всплеска интереса к нашему конкурсу. Спасибо, будем думать, решать, обязательно перезвоним. Ну, так если резюмировать, Артем, что ты можешь пожелать таким же, как ты? Таким же, как я? Да. Ну, чтобы они думали головой, прежде чем что-то сделать. Так. Не стоит бросать бумажку, либо бутылку оставлять где-нибудь на вокзале, когда домой едешь. Вот, мусорку и все. Чище город, чище нашу жизнь. Угу, так, у тебя? Не лениться. Наверное, самое главное, не лениться, не бояться грязной работы и осознавать, что в первую очередь мы это делаем для себя, ну, для своих близких, для своих друзей. Потому что Самара – это наш город, и все зависит от нас. Мы должны делать его чище. Ян, ну, давай как начальник. А я вот, да, немножко так посоветую всем следить за новостями в группе Самарского дома молодежи, потому что у нас огромное количество мероприятий, не только субботники, это и танцы, и веселье, и мероприятия различные интересные. Следите за новостями, Самарский дом молодежи, очень простая группа, мы всегда рады вашему участию. Ну, а мы, в свою очередь, по дружбе сделаем сегодня же перепост информации в нашей группе программы «Универсальный формат». Если хотите что-то найти, туда заходите, и все подробности найдете. Я думаю, даже, может быть, как-то соберетесь на субботник. Всем спасибо, вы молодцы. Ну, а вы, друзья, давайте боритесь и дальше за чистоту нашего любимого города, и в конце концов звоните. Может быть, вы организуете какую-то интересную акцию, и программа «Большая чистка» в этом году приедет именно к вам в ваш двор, в вашу организацию. Спасибо, что были с нами. До встречи.